ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отношение управляющей компании к своим обязанностям жителей не устраивает. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улица Алматинская, 94, недооценивают опасность. Аварийная береза может в любой момент рухнуть прямо на детскую площадку. Но спилить дерево коммуначки почему-то никак не могут. Позвонили в ЖЭУ. Там, значит, нас отправили к секретарю ВАСКО. В АСКО позвонили, нас дали телефон администрации Кировского района. Кировский район быстро приехали, акт составили, написали, передали в АСКО. Они должны прийти и спилить ее. Акт уже был составлен. Акт уже составлен. Если уже акт составлен на дерево, то что оно уже непригодно, значит, его надо убирать. Потому что он с каждым разом все ниже и ниже наклоняется. И у него там уже появилась труха у этого дерева. Скрепит. Скрепит. Оно каждый раз, если сильно наклоняется, каждый раз скрипит. Если оно будет падать, во-первых, если машина проедет, оно упадет на машину. Дети там играют днем, и вечером тоже дети гуляют. Ну, кто будет за это нести ответственность? Та компания, которая за этим деревом смотрит, или кто, нас больше интересуют наши дети. Короче, они гоняют. Вот если упадет на ребенка, раздавит его, ребенку уже никто не вернет. А дерево-то можно спилить и убрать. А ребенка-то уже не будет. Что мы с этим будем делать? Мы сколько ни говорили, никто ничего не пришел, ничего не сделал. Улица Лукачева, 42. Подвал дома несколько недель заливает канализацией. Но, по словам жильцов, управляющие компании в это не верят. В нашем доме с Нового года прорвало канализацию. Течет подвал, подвал затопленный. Я, как председатель Совета Квартирного дома, звонила неоднократно. С 9-го числа, после того, как каникулы закончатся, я звоню каждый день, в день по нескольку раз, о том, что затоплен подвал. Реакции нет вообще никакой, ответ однозначный. Там у вас все сухо, что вы нам на звоните, только вам воняет. Я им говорю, я как председатель Совета, люди ко мне идут, они уже на взрыве, дышать нечем. Нечего на звонить, там у вас сухо. И больше нам не звоните. Подвал затопленный, в канале течет в самом начале, в середине, вообще не уходит вода. И начиная с 4-го подъезда, по 1-й, все затоплено. Дом в дерьме плавает. Вот у меня, это самый вопрос, постоянно подвал затопленный. Вот сколько еще наш дом выдержит? Вот когда он рухнет? Когда же его, интересно, добьют? И кто в нашем городе, кто-нибудь заинтересован в состоянии жилого фонда? Вот мы бьемся, как вот об стенку. Мы добиться не можем ничего. Вот скажите, совет вы создали, да? Создали совет, да. Как совет нас вообще не воспринимают. И помощи нам неоткуда взять. Проспект Кирова, 88-Б. Долгое время жильцы не могут добиться от управляющей компании восстановления освещения над подъездом и в его тамбуре. В сентябре месяце, как вот мы дверь поставили в сентябре месяце, у нас темно. Заходить темно. Раньше у нас был свет. Но потом вечером, ночью кто-то вырвал все. Электрики приходили еще давно. Это еще в прошлом году, в сентябре месяце они. Нет, не в сентябре, еще тогда приходили. Сделали это, напрямую сделали. Теперь не горит, вот здесь лампочка не горит. Над подъездом не горит ничего. Наш дом, совершенно вот, наше дом управления, наш дом. Игнорирует и совсем не хочет ничего. Ну, как сказать, отвечает, что заявка есть и все. Заявка есть, так в сентябре месяце заявка есть и ничего не... Ну, темный, заходишь на овощ, мы вот так вот берем и смотрим. А дверь вот так наступает, наклонимся и ищем, где там дырочка, чтобы нам ключ воткнуть. Это я тратить так дело. Мы деньги все платим. Три месяца нету. Просто дом управления говорит, что у них электрик на полставки. Ну, с сентября месяца, на полставки, в наш дом прийти за сколько время? За три месяца можно, мне кажется, они бы нашли это. Просто не хотят. Просто не хотят. Нет, я тоже так думаю. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова